«Братья по огню» – это словосочетание уже много лет сопровождает любые мероприятия хоккейного клуба «Металлург», направленные на единение с болельщиками. Одна из незыблемых традиций в преддверии каждого сезона – посещать промплощадку ПАО ММК, где работает большая часть поклонников команды. Накануне обновленный тренерский штаб и игроки побывали в двух цехах – доменном и четвертом листопрокатном. Как прошла экскурсия, расскажет мой коллега Павел Зайцев. Все привычно и в то же время чуть иначе. Некоторые игроки и тренеры уже посещали территорию одного из крупнейших предприятий Европы. Для кого-то нынешний визит первый и потому особенно впечатляющий. Обязательная часть программы – посещение доменного цеха. Сердце металлургического производства не оставляет равнодушным, даже если подобная экскурсия для тебя не в новинку. Она вроде бы как обыденная, но в этом году в нашей команде очень много новичков, которые очень хотели побывать. Очень хотели побывать на предприятии, посмотреть, что такое Магитогорский металлургический матч, чтобы понять, чем живет город, чем живет команда. Конечно, размах предприятия впечатляет. И я считаю, что для новых ребят, кто ни разу не видел, это для них интересная экскурсия. Посмотреть вообще комбинат – это очень славится по всему миру у нас. Это действительно такое достояние. Журналисты с удивлением узнали, что новый главный тренер металлурга Андрей Разин за несколько лет, проведенных в Магитогорской команде в роли игрока, так ни разу и не побывал на ММК. Я был в Ижевске как тренер на таком предприятии, в Череповце. Третья моя экскурсия на металлургический комбинат. Ну и каковы ей ощущения? Ну, одним словом, грандиозно. Все впечатляет, конечно. И тяжелый труд, конечно, рабочих. Полезно нашим ребятам сходить. Новобранец металлурга, шведский защитник Робин Пресс провел предыдущие два сезона в Череповце. Но познакомиться с металлургическим производством ему довелось только после приезда в Магитогорск. И не только ему. Круто. Это определенно то, чего я прежде не видел. Все такое огромное, трудно осознать масштаб. Было очень интересно. Когда ты здесь, можно ощутить, насколько солидно производство. Много людей занято по-настоящему тяжелым трудом. Это достойно большого уважения. Первый раз. Хотя сам родом из Караганды. Тоже много шахт. И удалось только в Магитогорске побывать. Спасибо всем, кто пригласил. Всем, кто принимал участие за эту экскурсию. Было круто. Даже не думал, что настолько все это масштабно. Очень круто. Там супер. Мне понравилось. В роли новой точки экскурсионного маршрута в этот день побывал листопрокатный цех номер 4. Здесь гостям наглядно показали, как раскаленные слябы превращаются в рулоны. Объяснили, чем отличается черновая группа клетей от чистовой. Хорошо, что сегодня поменяли локацию. В этом цехе мы впервые посмотрели новый цех. И как-то более разнообразно получилось. Лейтмотив подобных ежегодных визитов хоккейного металлурга к металлургам ММК – единение команды и ее шестого полевого игрока. Магитогорск немыслим без своего градообразующего предприятия. Как и без главной команды, уже много лет являющейся визитной карточкой города. Львиная доля наших болельщиков, нашего клуба, работает и трудится на этом предприятии. Поэтому это ежегодное посещение не только для мотивации хоккеистов, но и в том числе показать о том, что команда и город, и предприятие едины. И весь город, и команда, считаю, как одно целое. Поэтому мы все это понимаем, все относимся должным образом, поэтому все силы приложим. Мотивация игроков после таких визитов действительно повышается, признают многие. Нелегкая работа десятков тысяч людей на промплощадке не может не вызывать уважения. Хотя нельзя не отметить, что условия труда год от года становятся лучше. Здесь все очень цивильно, можно так сказать. По сравнению, например, в Ижевске, там сразу можно было ребятам сказать, что вот посмотрите, в каких условиях работают здесь. Вот здесь немножко такая экскурсия щадящая. Модернизируется все, да, и очень много техники, да, заменяющей битской трость. Поэтому все-таки попроще. Получив яркие эмоции, игроки и тренеры вернулись к своей, тоже непростой работе. До старта нового сезона КХЛ остались считанные дни. Павел Зайцев, Алексей Абашин, Денис Иванов, телекомпания ТВН.